приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова я сегодня без макияжа значит мы будем краситься а краситься мы будем продукции которые мне прислали с сайта aliexpress компания называется Q-Best прислали несколько продуктов сейчас мы сначала посмотрим их крупным планом я расскажу и покажу эти продукты а далее мы сделаем макияж с использованием этих продуктов я покажу как они в деле и конечно же скажу свой отзыв по каждому продукту ну что поехали вся продукция пришла запечатанная в коробочках я естественно сейчас не буду их то есть уже заранее распаковала первое покажу что понравился хайлайтер такой маленький малыш очень красивый цвет на самом деле там было много оттенков я выбрала такой золотистый и его можно использовать для ну как хайлайтер и как тени очень красивый оттенок такой золотисто сияющий блеск для губ удобная кисточка отличный цвет но очень странный запах у этого блеска то есть и лежит на губах хорошо и цвет классный но аромат какой-то странный он такой технический непонятный для стрелок блески серебро острые кисточки и тут нужно будет вот так вот аккуратненько повозиться немножечко чтобы это красивенько все распределить и получатся такие вот яркие стрелки серебро или ярко-розовые выбирали с дочкой как вы понимаете и она сказала хочу розовая хорошо то есть вот как дополнение к макияжу какой-то яркий акцент попробуем сейчас это изобразить все на мне далее жидкая помада и вот тут интересный формат два в одном с одной стороны это карандаш карандаш к сожалению выпал может быть он немножко суховатый карандаш а с другой стороны помада и вот что странное когда помаду открывала первый раз то облезла часть кисточки как видите здесь просто голый пластик но все-таки можно красить матовая помада красивый цвет она сразу так становится матовой сухой но губы не сушат при этом и немножко сладковатый запах у нее вот идея мне очень понравилась что с одной стороны карандаш с другой стороны помада то есть два в одном такой удобный формат но вот карандаш у нас убежал далее тени тени маленькая классная такая стильная палеточка сочетание зеркала нет как вы видите прозрачно все сочетание матовых теней и с шиммером такие яркие блестящие попозже сделаю вам выкраску и что я заметила матовые более такие пигментированные насыщенные а тени с шиммером очень легкие полупрозрачные такие прям вот невесомые вот если посмотреть вот такие вот они еле заметные так далее тушь и тушь я так понимаю что здесь есть какой-то усилитель роста ресниц то есть такая прозрачная подводка то есть она абсолютно прозрачная никакого цвета нет но есть тоже неприятный запах далее сама тушь у тушь кстати удобная кисточка я уже пробовала эту тушь тушь черная на водной основе и вот такая кисточка поближе покажу достаточно удобная кисточка и что самое интересное и от чего я просто смеялась это вот этот продукт номер два то сначала наносим на ресницы тушь а потом достаем эту мохнатую кисточку и прям сверху на ресницы нужно будет аккуратненько наносить но тут была целая хохма когда я красила сейчас попробую вам это изобразить осыпаются вот эти вот ватки ворсинки осыпаются они могут насыпаться прямо под глаза и в глаза тоже и что самое интересное когда я потерла глаз то у меня все это оказалось внизу под глазом размазанным в общем-то странный продукт немножечко я его не поняла от слова совсем но сейчас будем пробовать все расскажу и что самое забавное я выбрала один карандаш а мне прислали целую коробку и в ней огромное количество карандашей целая коробка контурных карандашей для губ разных абсолютно оттенков но вот качество у них тоже у всех разное если брать самый светлый карандаш давайте с него и начнем то у него очень как сказать тяжело идет тяжелый ход на руке хорошо на губах тяжелый ход то есть приходится так много раз мазать а если взять какой-то яркий оттенок ну давайте вот такой сочный цвет то он уже на губах будет хорошо рисовать в зависимости от тона еще и пигментация тоже разная и насыщенность и отдавание кожи поэтому чем светлее тем хуже рисует вот такое вот у меня замечание но на руке конечно рисуют классно куда мне все эти карандаши на самом деле я просила вот этот один карандаш нюдовый самый такой ходовой цвет но видно что у них приходит это все вот так в коробке так что имейте ввиду если вы выпишете такой продукт у вас будет огромная палитра на любой вкус любой оттенок ну что давайте попробуем все это в деле как оно работает ну а теперь переходим к макияжу я уже сделала небольшую подготовку нанесла тон мой любимый тон aqua boost от компании oriflame нанесла консилер где мой любимый консилер под глазки чтобы убрать синяки тоже серия the one от oriflame и брови я тоже оформила с помощью палетки теней вот такая мне нравится палетка oriflame это мои любимые продукты которыми я пользуюсь уже регулярно и много лет а сейчас мы переходим к макияжу макияж я начинаю делать обычно с теней поэтому мы сделаем с вами таким образом так как в палетке 8 оттенков ой не 8 а 9 оттенков и мы попробуем с вами сделать два разных макияжа на один глаз я сделаю на базу специально тоже кстати от oriflame на праймер на второй глаз я буду делать без основы посмотрим как ложатся тени в том и в другом случае скорее всего на праймер они конечно будут ложиться лучше поэтому берем капельку праймера и кстати этот глаз мы сделаем например блестящий а этот матовый попробуем как будут работать тени а итак вот что у меня в результате получилось конечно это не сильная проработка быстрый набросок я просто хотела посмотреть как цвета будут смотреться в деле я попробовала практически все из этих палеток и я не заметила что праймер как-то повлиял сильно на то чтобы все они стали более цепки они просто на самом деле не сильно пигментированы но однозначно мне вот этот светленький глаз нравится гораздо больше если сюда добавить например черную стрелку и густо ресницы то получится такой светлый такой позитивный макияж очень даже подходящий как раз под розовую блузку а с этой стороны тоже пока еще не доработан и макияж может быть смотрится немножечко тусклым но опять же нужны стрелки нужна тушь дорабатывать вот но мы попробуем сейчас с вами стрелку как раз розовую вот эти блеск блески я попробую сделать на тот глаз где у меня розовые тени итак немножечко я похулиганила и нанесла блеск блестки так как они очень крупные и просто ровной стрелкой они не ложатся я их просто раскидала немножечко на подвижном веке и остатки с пальчика скидала сюда на щечки то есть получается такой эффектный яркий немного девичий макияж конечно было бы прекрасно если бы молодая девушка сделала такой макияж с блестками это смотрелось бы мне кажется очень прикольно и уместно я бы сама конечно таким макияжем вряд ли куда-то пошла но не суть в этом давайте попробуем теперь тушь 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 давайте так сделаем на этот глаз я нанесу просто тушь а на этот я нанесу тушь а сверху вот эти вот мохнатенькие волоски и посмотрим какой получится эффект если вам видно да то вот в этот момент начинается полный трэш я просто не знаю что с этим делать потому что вот эти вот волосики они такие лохматые они падают мне уже под глаза я боюсь что они попадут в глаза потому что глаза у меня чувствительные и это будет просто единственный вариант смывать все сразу вот так вот нанесла и я попробую теперь этой же тушью закрепить сверху чтобы не осыпались волосики в общем-то я пробовала и так и эдак но результат меня ни в одном варианте не порадовал вот сейчас я их просто как бы снимаю но может быть часть их остается для объема и усиления длины ну и надеюсь что они не будут сыпаться вот так а в целом с этой тушью можно конечно приноровиться и красить ресницы они выглядят более такими удлиненными в общем-то очень даже неплохо не хватает объема но длины хватает как раз для объема нам нужны были вот эти мохнатенькие штучки но с ними я боюсь вот так вот переборщить вот сами вы увидели эффект все вам рассказала сейчас переходим к губам у меня на губах немножко бальжам я его протираю и первую помаду мы попробуем блеск и как раз оценим контур контурный карандаш нюлевый итак пробуем не хватает в этом карандаше такой эластичности вот чтобы скользил грифель по губам получать такое удовольствие сразу и чтобы цвет был но многие нюдовые карандаши этим грешат во многих компаниях то что они плохо отдают именно цвет нужно много-много раз красить чтобы появился такой красивый контур но не все во многих компаниях крутые карандаши ну и сейчас сам блеск очень странный запах мне все в нем понравилось кроме запаха запах меня просто пугает но смотрится блеск классный я заметила что он стойкий так что смотрите там много вариантов оттенков и следующий вариант который мы попробуем это помада поймала двойная с двойным эффектом с карандашом и самой помадой нужно аккуратно открывать потому что почему-то грифель вылетает либо он усох либо плохо был закреплен ну как видите красить им уже невозможно выберем карандаш из коробки с карандашами заодно посмотрим яркий оттенок выбрала я вот такой оттенок ну на нем не написано какой это номер конкретно какой подходящий сиреневый туго идет очень туго не красят карандаши как вы сами видите даже нюдовый еще справился более менее и та самая помада у которой отлетела кисточка ой это карандаш помада ложится очень классно и что мне понравилось она высыхает и моментально становится матовой очень тонкое нанесение конечно цвет этот мне не очень идет я в принципе больше люблю теплые помады но сама помада неплохая и так от нее сладко пахнет приторно честно говоря я помню я один день с этой помадой ходила и меня этот аромат вначале очень как бы давил но он потом выветривается и уже не будет чувствоваться так и мы с вами еще не попробовали тот самый замечательный хайлайтер пожалуй только он мне и понравился остальным всем честно говоря я даже ну просто побаиваюсь пользоваться давайте хайлайтер чуть-чуть нанесу вот сюда можно конечно кисточку наносить сначала куда-то на палитру его вытрясти потом кисточкой аккуратненько нанести например куда-то блеска хотите добавить красивый такой прям классный надо было сначала хайлайтер сверху на поманы везде даже слишком золотой я конечно все ссылки прикреплю под этим видео зайдете посмотрите цены не озвучиваю потому что цены на алиэкспресс время скачут то такие то такие то со скидками в общем давайте подведем резюме что мне понравилось достаточно неплохой набор теней он такой прям ну забавный мне нравится этот формат то что он такой маленький малыш но подборка цветов конечно не моя абсолютно может быть дочка будет им немножечко пользоваться мне понравился хайлайтер он прикольный мне кажется для молодежи интересные варианты такие вот блески потому что я вот специально нанесла везде чтобы показать вам что они хорошо фиксируются и можно не бояться то что они осыпятся в глаза и причинят вред вот следующее мне понравился блеск по цвету по как он лежит на губах но у него неприятный аромат очень неприятный я не знаю как его объяснить но он какой-то технический и к сожалению качество карандашей мне тоже не понравилось потому что хотелось бы просто такое разнообразие оттенков пользоваться ими но они немножечко не отвечают требованиям которые я люблю у карандашей чтобы была вот эта мягкость и пластичность чтобы лежал по контуру слушался куда его направляю потому что иногда хочется губы увеличить делать их более объемными и так далее ну вот такая коллекция карандашей я не знаю что с ними буду делать но посмотрим может быть какие-то цвета я и буду в принципе использовать которые редко бывает используются и нет смысла покупать отдельный карандаш вот а тушь тушь да прикольно кстати вот она здесь давайте попробуем потереть ее как она ну вот не сыпется достаточно легкая если вы видите то есть она не склеилась я ее хорошо так потерла и теперь этот глаз а вот вы видите все что было вот эти волосики они сваливаются и только портят все я не знаю зачем это сделали но по крайней мере я бы не рекомендовала этим пользоваться а вот просто одной тушью вполне да она мне нравится неплохая тушь учитывая что у меня очень капризные ресницы она в общем-то справилась со всеми задачами кажется мы с вами все обсудили я вас благодарю за внимание если вы когда-то пользовались такой продукцией или может быть у вас есть опыт или просто напишите свое мнение что вам понравилось из того что я наносила и хотели бы вы из этого что-то себе приобрести было бы интересно если видео полезное ставьте лайк до новых встреч а я дальше буду с удовольствием экспериментировать с разной косметикой просто интересно смотреть разных производителей всего вам доброго до новых встреч пока пока